Впервые в истории Зимняя Универсиада проходит на территории России, в городе Герои Красноярске. Несколько лет велась подготовка к приезду спортсменов и гостей со всего мира. Организаторам удалось не просто подготовить город к соревнованиям, но и сделать эти игры настоящим праздником. Зимняя Универсиада Но Всемирная Зимняя Универсиада – это не только спортивные соревнования. Масштабная культурная программа студенческих игр насчитывает более 270 мероприятий. Выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, экскурсии, спортивные шоу. Одной из особенностей программы стало и проведение фестиваля «Мир Сибири». Фестиваль «Мир Сибири» впервые проходит в зимнее время. Он приурочен к универсиаде, но неизменным остается одно. Это, конечно же, ярмарка и мастер-классы, на которых можно научиться ремеслу. Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в 2019 году впервые прошел в марте, и не в Шушенском, а в Красноярске. «Мир Сибири» – это яркий, динамичный open-air проект в мире этнической музыки и традиционных ремесел. Олицетворение Сибири в чистом виде. Вобрав в себя все разнообразие культурных традиций, как широкая русская душа, открытый всему новому и неизведанному, фестиваль сохраняет свою самобытность. Здорово, что появляются новые форматы, тем более этнических фестивалей. Республика ТВ здесь представлена Туристко-Информационным центром. Идет презентация турмарширотов республики, также событийных мероприятий. Еще одна площадка – это на острове Таташево. Там предприниматели республики ТВ представили свою сувенирную продукцию. Марафон «Живого фолка» – уникальная комбинация этнической и современной музыки в сочетании с ярмаркой, декоративно-прикладного искусства, музыкальными и ремесленными мастер-классами, творческими встречами, арт-объектами, фотозонами, множеством интерактивных локаций, точка притяжения десятков тысяч гостей и сотен участников. Еще одна особенность зимнего фестиваля – это новая площадка – экономический потенциал регионов России. Узнаем, чем богата наша Родина. На выставке можно было сфотографироваться с катушкой Теслы, узнать историю самого первого города Красноярского края – Енисейска, подержать в руках слиток золота стоимостью более 33 миллионов рублей и узнать о том, как из руды можно получить драгоценный металл. Золота не видно. На тону вот такой вот руды приходит всего 3-4 грамма золота. И физическими медами его никак оттуда не извлечь. Помогает вот эта красавица – бактерия. Она кушает сульфиды, в которых сидит золото, как оберзку от конфет, как кожуру от орехов. Она следит все, что нам не нужно, оставляет только золото. И вот такая вот благородная бактерия помогает нам извлекать золото из руд, из которых другими способами его не извлечь вообще никак. Для любителей всего полезного и натурального на площадке Мира Сибири развернута выставка, на которой представлена продукция, изготовленная из даров бескрайних степей и лесов из сибирской тайги. На выставке представлены и родные для нас травы тувы. Даже здесь, в Красноярском крае, можно найти уже полюбившийся продукт. На Мир Сибири приехали более тысячи экспонатов. От простейшей деревенской самоделки до старинного английского рубанка 1780 года. На обрядовой поляне воссозданы традиционные жилища коренных народов, проживающих на берегах Енисея. И венские, и таймырские чумы – оленеводов, и традиционное тувинское жилище – юрта. О многогранной природе промышленности, полезных ископаемых, искусстве Сибири рассказывает и выставка Сергея Кужегетовича Шойгу. Мир Сибири – яркое, завораживающее событие. Как и летний фестиваль, который ежегодно проходит в июле в Шушенском, зимний вобрал в себя самое лучшее, чтобы дать возможность красноярцам и иностранным гостям познакомиться с этнической музыкой и традиционными ремеслами народов, населяющих Красноярский край, Республику Хакасия и Туву.